друзья всем привет сегодня мы не только сделаем обзор новенькой обалденной орхидеи но мы ее еще и с вами сегодня распотрошим почему так я вам сейчас расскажу вчера делал обзор в магазине блюра мерлен нового завоза орхидей снимала видео и в какой-то момент ко мне подходит женщина спрашивает а вы георгий горячевский я говорю ну да георгий горячевский и она мне рассказала такую историю что ей подарили орхидею орхидея а ну я сейчас расскажу обалденная орхидея ну как она рассказала и я как понял что это орхидея обалденно но у этой орхидеи начали как она увидела гнить корни огнить корни и она боясь что-либо с ней сделать решила вот таким образом эту орхидею мне отдать пользуясь случаем чтобы я эту орхидею спас да такая вот если вкратце история в общем мне пришлось у нее ее купить потому что я не люблю подарки и вот как бы взял я у нее купил по той цене за которую она эту орхидею купил и вот вчера после того как я сделал обзор а мы поехали до ее дома и я у нее забрал вот и вот эту вот красотку когда я ее смотрел я пытался понять что это за орхидея она мне и описывала описывала рассказывала рассказывала что это за орхидея но я так и не понял единственное что я понял что это орхидея а бегалибки очень похоже на орхидею орхидею абу абу у нас если что вот на заднем плане цветет вот она такая вот оба и рядом с ней вельветовое вино вельвет win или как там по-английски не знаю ну вельветовое вино тоже бегалиб из серии абу в общем это друзья тоже по всей вероятности одна из орхидей похожих на абу а что за конкретно орхидея об этом мы узнаем когда она у нас надеюсь зацветет надежда у меня уверенная почему потому что орхидея в таком прям очень неплохом состоянии по крайней мере вверх а вот низ он знаете как я назвал эту орхидею ее бывшей хозяйки что орхидея кот в мешке пока непонятно что это за орхидея поэтому поэтому я ее буду называть орхидея бегалиб кот в мешке а когда она расцветет нужно поймем что это за орхидея и так смотрим делаем обзор друзья вот такая вот красоткой кстати марина как ее зовут бывшую хозяйку это орхидея она оставила к сожалению фотографии не сделаны это орхидеи но зато оставила последний цветочек последний цветочек последний цветочек который у нее опал с цветоноса вот такой вот как подтверждение того что это вот собственно говоря вот какая-то темная пестрая орхидея бегалиб ну тут понятно не понять особо ничего но посмотрел значит по состоянию друзья состоянию состоянию корней у этой орхидеи конечно друзья корней практически нету вот такая вот друзья орхидея ну что будем ее доставать и потрошить она тут вообще у нас прям все ну есть конечно один корешочек вот такой вот ну в общем кот в мешке друзья себе кот в мешке так в общем что я приготовил для для этой орхидеи это секатор это два вида два вида пинцетов один длинный другой покороче это максим на всякий случай потому что не знаю что там и вскрытие покажет эта кисточка для максима чтобы можно было максимом хорошо жирненько замазать и скальпель вот такой вот плюс палочка чтобы вам показывать ну или расчищать выковыривать надеюсь под основанием там есть торфяной стаканчик и перекись водорода чтобы места обеззараживать места срезов ну что давайте и начнем доставать из этого магазинного горшочка так ну что снизу у нас тут вроде ничего не мешает я палочку сразу поддерживающий цветонос убираю и вытягиваем саму орхидею отсюда хопа а папа папа так ну что вот такая вот она ну вот такая вот она аккуратненько начинаем все это дело убирать корни сами видите корней практически нет но вы знаете я думаю что большинство новичков наверное бы тоже испугались от такого зрелища а те кто вообще никогда не сталкивался с орхидеями наверно просто бы отнесли бы ее на мусорку эту орхидею смотрите я уж честно не знаю вследствие чего у этой орхидеи погибли все корни но друзья могу предположить что просто в какой-то момент они были пересушены а потом залиты водой это частая ошибка людей которые начинают увлекаться орхидеями и пока что не имеют какого-то практического опыта по поливу и уходу за орхидеями это частая ошибка сперва засушить а потом уже которые орхидеи корни уже когда погибли уже веламен пересох заливают водой он естественно делами набухает создается ложное впечатление что корни живые хорошие а потом он просто уже кор корни они уже все не живые вода высыхает и корни начинают вот так вот коричневеть сперва в бурый цвет в болотный цвет и потом вот такими вот становится это не редкость так снимаю я торфяной стаканчик в нем друзья тоже он мокрый кстати орхидея сослов ну не сослов тут и видно уже даже что орхидея недавно была полита вот так ну все собственно срезать будем сейчас все это дело тут все все вот это вот пустое видите ничего живого за исключением ой да нет тут вот внизу целенькая одна осталась но вот короче один корень горшочный по внешнему виду вроде бы ничего такой но сейчас я срежу все погибшие друзья и вы сами все увидите что здесь у нас останется так не срезаем и погнали друзья все вот эти корни мы убираем так ну вот такая вот друзья картина вырисовывается сейчас еще я верхние сухари срежу именно сухие ну вот вот смотрите значит если вот этот корень то он еще может быть живой вот этот вот видите несмотря на то что он прям сморщенный такой смотрите он еще может живой а вот этот вот он уже пустой его срезаем вот этот пустой срезаем аккуратненько так ну а теперь вот от этих вот всех чешуек я сейчас зачищу основа на основании кривую шейку и мы посмотрим что у нас здесь останется кончик тоже срезаю сухие вот эти кончики так здесь тоже но вот эти корни наверное скорее погибшие чем живые вот видите кончик срежу до живого мемена и вот этот срез я обработаю как раз таки перекисью мася ты чё такое мне делаешь что такие сдаешь как будто обедала хорошо вот видите пенится хорошо так ну что вот а вот еще с этой стороны сейчас мы с вами пинцетиком поработаем так нет массе не надо корень подбирать этот так вот по большому счету здесь бы можно было бы вот этот лист тем более с кончика попорченный такой его бы можно было бы снять этот лист потому что с этой стороны он немножко видите сухая у него гниль идет сухая гниль ну и чтобы он а этот лист открыл основание орхидеи вот здесь для роста новых корней так ну что давайте его снимем для такого количества корней на самом деле потери одного листика у нас тут хорошо смотрите и мы и хорошо что мы сюда залезли здесь у нас посмотрите какая прель сейчас я ближе покажу вам смотрите ток сняли лист а там у нас корень пытается пытался пытался пробиться сквозь толстый лист но не получилось он вроде как видите начал вверх расти вот он корешочек вот так срезаю этот корень не корень а этот листик так что он не 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 поломал не порвал нам корни которые остались для этого я срезаю его и надсекаю сверху по обрезку вот на перпендикулярно тем корням которые из него вылазит но вы поняли чтобы потом в стороны эти чешуйки убирать видите надрезал я и теперь в сторону раз и вот как раз с одной стороны к корни убирается и с другой стороны вот он убирается сухой гнилой а корень у меня остался чистеньким а если я тянул и я бы надломил вот этот корень вот этот корень он хороший он хороший точно так же и с этой стороны вот так раз а здесь у нас видите даже еще что пробивается но вот здесь вот видите у основания такое ощущение что тоже то ли то ли корень то ли детка может есть в общем хорошо что сняли один лист теперь имеем представление что у нас здесь вот снимаем это все чешуйки тоже все снимаем от предыдущих листиков сухие так и теперь мы зачищаю друзья я собственно говоря само основание сам несут этот здесь тоже окажется листики были в общем почистить нужно вот эту вот кочерыжку убрать все весь мусор всю грязь все старые остатки корней старых гнилые где-то листики засохшие тоже все это почистить чтобы не было лишней органики которая была бы могла бы гнить при влажности и при поливе так ну так вот даже наверное можно еще подрезать эту кочерыжку чуть-чуть вот до этого корня который сломанный они туда этого но мы сейчас подрежем потому что вот эти два корня они здесь сломаны и уже в этих местах они гниют вот видите поэтому тем более они воздушные я их просто срежу 1 и 2 они ни к чему они только мешать будут вот я надеюсь вам видно все и вот эту кочерыжку я сейчас подрежу повыше вот так вот смотрите опа так вот черноту срезал я и вот это место ведь зелененькое живое я сейчас перекисью капну о запенилась видите пенка белая появилась так ну все на этом этапе друзья мы с вами почистили в общем мне в принципе не максим ничего не понадобилось единственная проблема у этой орхидеи как вы видели это просто были загублены корни просто были загублены корни то есть корней у нее не было я обработал срез черной кочерыжки аперики севодорода и теперь хочу чтобы это орхидея ну скажем так скажем так чтобы она подсохла вот этот вот вот этот вот цветонос он тоже не нужен я его тоже наверно сейчас удалю почему потому что ну орхидея может захотеть в жажде жизни начать раскукливать вот эти две почки и цвести либо выпускать деток но у орхидеи такая особенность да когда они чувствуют что они могут умереть они начинают деток но с тем количеством корней которые сейчас у этой орхидеи имеется вот но это не самый лучший скажем так путь и есть на данный момент на данный момент хотелось бы чтобы у нее начали расти корни хоть и сейчас весна у нас раскукленный вот корешок маленький вот воздушный корешок вот корешок у нас я хочу чтобы эта орхидея не переходила к цветению не переходила к наращиванию там деток поэтому по всей вероятности нужно ну не по всей вероятности желательно срезать все цветоносы да и и толк от этого цветоноса может быть невелик потому что он идет аж прям от низа если бы он находился сейчас где-то между листьями то высока вероятность что орхидея будет его раскукливать сейчас он пока что ну как собаки пятая нога хотя с другой стороны знаете я вот сейчас думаю что вот с таким маленьким количеством корней орхидеи будет не очень удобно не в посадке какой-то стимулирующий не в маховом гнезде и будет будет заваливаться чтобы наверное она держалась хорошо я просто оставлю этот цветонос пока не буду срезать его оставлю как чтобы можно было закрепить орхидею а если начнет этот цветонос где-то раскукливать новые побеги цветонос то я просто их срежу и все из этих почек здесь всего раз два три почки 3 почки причем грамотно кстати отрезано именно вот до 3 почки все друзья оставлю пока орхидею на ночь завтра мы вместе с вами эту орхидею пересадим вот пересадим а пока можете подумать и написать в комментариях во что бы вы хотели чтобы мы ее пересадили вот чего у нас давно не было на канале а вы хотели бы это дело посмотреть хотя знаете у меня есть вариант в голове ну вы напишите в комментариях если наши эти не совпадут то уже в следующем видео решим а если совпадут то хорошо все друзья всем хорошего настроения я поставлю орхидею пока что в кашпо вот так вот в кашпо вот для того чтобы она постояла подумала о основании у нее подсохла для дальнейшей и пересадки друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока пока а почему сегодня мы не обрабатываем забыл хотел сказать тоже важный момент хорошо бы ее обработать от насекомых вредителей сделать профилактическую обработку от грибковых бактериальных заболеваний что мы собственно завтра и сделаем почему не сегодня потому что орхидея полита и сейчас она не хочет пить она сейчас не хочет пить и поэтому вероятность того что там до нее она начнет впитывать себя те препараты которыми мы будем не обрабатывать она очень и очень низкая поэтому нужно ей дать подсохнуть чтобы она немножко захотела жажда появилась у нее чтобы появилась жажда и уже завтра в принципе уже можно будет ее обработать час подсохнут у нее корешочки уже завтра все по листу можно все это сделать в общем друзья всем пока вот такая вот орхидея а нужно же бирочку еще сделать что это орхидея big lip кот в мешке так мы ее с вами назовем вот такая вот друзья красотка у меня тоже прям знаете это не терпешь как же она цветет что же это за орхидея такая big lip похожая на орхидею обо в общем друзья всем пока пока